Всем привет! Сегодня мы сделаем простую АФК-ферму на телефоне, для которой вам понадобятся блоки, инструменты и немного терпения. Я решил сделать АФК-ферму на телефоне, потому что большинство моих подписчиков смотрят меня с телефона. Желаю удачи, а мы начинаем. Время туториала. Рекомендую вам использовать в жёлтую или фиолетовую команду, какая вам нравится. Потому что на обычных серверах они почти что всегда бывают свободны, и они ближе всего находятся к уровням, что упростит установку АФК-фарма. Я выберу жёлтую команду, потому что фиолетовая... Ладно, без разницы, давайте начинать строить. Первое, что нам нужно сделать, это конвейер, который будет покрывать все спавны, и мы будем по нему катиться к порталу. Для этого нам необходимо построить большую платформу, которая будет находиться выше деревьев из любых богов, которых у вас много. Я буду делать это из титана, вот поднимаясь, примерно смотрю, что я выше этих деревьев, и строю здесь тонкую платформу. Вы у меня спрашиваете, почему я использую рулетку, она же дорогая, она есть не у всех. Но если не использовать рулетку, чтобы построить такую платформу, таких больших размеров, не уменьшая их толщину, понадобилось бы не одна тысяча блоков, и они бы не скреплялись между собой. Поэтому бы сделать это конвейером, по которому можно было бы ехать, было бы просто невозможно. Вернёмся к постройке. Как вы видите, я уже сделал платформу, которая по толщине будет покрывать все спавны. Теперь мы делаем её более длинной. Я её сделал 60 блоков в длину. Теперь поднимаемся на эту платформу и начинаем строить её верхнюю часть. Нажимаем на плюсик, и поворот ставим вместо 90 на 15 градусов. Теперь нам нужно поставить любые блоки, которые у вас ещё остались, повернув их два раза, то есть на 30 градусов. Теперь из них нам нужно сделать с помощью рулетки две стенки, которые будут соприкасаться с друг другом. Для чего мы это делаем? Мы строим своеобразную воронку, мы будем катиться по ней, и потом с помощью этих стенок будем идти в её центр. В центре будет портал, через который мы будем телепортироваться. Не забудем поднять стенки повыше, чтобы мы через них не вылетели, и поставим сам портал. Как вы видите, вся эта конструкция находится не над спавнами, а над строительной площадкой, что мы сейчас и исправим. Так как постройки там нельзя будет сохранять, если они будут за нашей зоной строительства, поэтому нам надо будет постоянно задвигать эту платформу. Мы ставим три блока, и к ним прикрепляем 12 поршней. Эти поршни нужно будет прикрепить к земле. Наверху мы всё закончили, приступаем к нижней части. Но сначала я бы хотел бы немножко объяснить, почему мы строим АФК-фарм наверху. Так как мы находимся в небе, а наши спавны внизу, то мы будем появляться внизу, а не наверху. А нам нужно наверху. Так вот, почему мы делаем этот АФК-фарм наверху? Ведь кажется, это дало только одни проблемы. Но нет, если мы его сделаем внизу, то довольно часто будем врезаться деревья и не ехать по АФК-фарму. Из-за чего нам придётся его постоянно проверять, что крайне неудобно. Ну как же тогда сделать так, что мы спавнились наверху? Ведь для этого понадобится десятки или даже сотни тысяч блоков. Для этого есть простое решение, это всего лишь магнитные поля. Они работают как блоки, а зона их покрывания очень большая. Поэтому пять штучек таких уже может заменить сто тысяч блоков. Хотя через магнитные поля и можно пройти, а не прозрачные. Но для спавнов они работают как-то иначе. Если проще говорить, то мы просто появимся на магнитных полях. После моего долгого и нудного рассказа, если вы не поняли, что я говорил, то просто повторяйте за мной. Сейчас самое главное, это правильно установить магнитные поля. Ставим блок как-то вот так и опускаем его вниз. Там мы повесим магнитные поля. Теперь смотрите, как надо поставить магнитные поля. Поставим одну, от неё вторую, третью, четвёртую, пятую. Это нужно, чтобы они все вместе соединились и образовали одно огромное поле. И как видите, они соединяются в какой-то полосочкой энергетической. Это означает, что они вместе связались. Знаете-ка, я попробовал включить и посмотрим, оно покрывает ли тут всё. Видите? Смотрите, магнитные поля касаются как нижней части, то есть земли, и даже выходят немножечко наверх. Так что мы заспавнимся как раз-таки сверху этого большого шара. Тут мы всё сделали и спускаемся вниз, потому что по обычной железяке мы никак не поедем. Поэтому сейчас сделаем небольшой баг. То есть мы делаем небольшую платформу из любых блоков для устойчивости. Делаем её немножечко пошире. Короче говоря, сейчас мы делаем конвейер. Теперь сверху этой платформы нужно поставить красный ускоритель и любой другой блок. Давайте привязываем всё кнопкам. Ставлю первую кнопку и привязываю к ней только один щит и все 12 поршней. Теперь оставлю кресло водителей, делаю так, чтобы к нему привязался только красный ускоритель. Эту часть мы полностью закончили, теперь сделаем небольшой механизм, чтобы ставить портал на другой уровень, чтобы мы падали в воду и получали от этого золото. Тут всё очень просто, просто делаем платформу, ставим на неё ракету, кресло пилота. Заметьте, кресло пилота должна быть привязана только ракета. И спереди ставлю портал. Да, я очень много сегодня болтаю. Ну и можно сказать, что у нас АФК-фарм полностью готов, поэтому сохраняем его. Теперь его нужно разморозить и запустить. Для начала нажмём на эту кнопку, чтобы магнитные поля вместе с поршнями запустились и задвинулись. Теперь запустим конвейер с красным ускорителем. Садимся на кресло водителя, включаем ускоритель и в тот момент включаем фиксацию у деревянного блока. Смотрите, какая магия происходит. Если мы встанем на этот блок, то мы будем ехать на нём. Давайте передадим эту способность туда, куда это нужно. Для этого включаем фиксацию большого металлического блока. И при помощи масштабирования задвигаем этот деревянный блок прямо в ту огромную платформу с магнитным полем, чтобы к ней перешла эта энергия. Последнее, что осталось сделать, это проводить портал до его места назначения. А его точное место назначения это почти что конец первого уровня. В моём случае это мухоморный уровень и мне нужно подлететь где-то на вот такое вот расстояние и включить у портала фиксацию. Теперь можно удалить эту платформу и упасть в воду. Обидно. Теперь как только мы заспаунимся, мы заспаунимся сверху. Теперь мы поедем и заедем в этот портал и появимся в этом уровне и будем купаться в водичке. И так мы проплывём до следующего уровня и нам дадут золото за первый уровень, то есть за нашу базу, за вот этот грибной и за третий, на который доехали наши запчасти. Но если вы не поняли, что я сказал, то короче нам дают 30 золота за каждую поездку. Так можно в кафармиться, но как мы знаем, если играть в робокс 20 минут и совсем никак не двигаться, не нажимать на экран, то тогда у нас будет ошибка и у нас просто вылетит. Поэтому я вам сейчас покажу хороший автокликер для телефонов. Он будет вместо вас нажимать и у вас не будет вылетать робокс. Можете оставлять на ночь или как хотите, но от ошибок с интернетом он вас не спасёт, потому что на интернет вышку автокликер не поставишь. Но это происходит довольно редко и в зависимости от вашего интернета. Ну давайте скачаем автокликер. Для того, чтобы его скачать, заходим в PayMarket или как он там называется и пишем автокликер. Вот такой вот автокликер, автокликер автоматик клик, у него 50 миллионов скачиваний. Вы можете его скачать так же, как и я или просто перейдя по ссылке, которую я оставлю в описании. Я его уже скачал. Сейчас ему нужно дать доступ быть поверх других приложений, чтобы появлялось такое табло с самим автокликером. У меня надо было выбрать пункт и нажать на автокликер и дать ему доступ. В зависимости от того, какой у вас телефон или планшет, всё бывает по-разному. Либо у вас просто он будет прокрутить, либо как у меня, либо по-другому. Ну, там и разберётесь. Я давно пользуюсь этим автокликером, он хорошо работает. Но если вам страшно качать такие приложения, то можете просто подходить каждые 10-15 минут и нажимать на кнопку прыжка или просто на экран, чтобы у вас не вылетало. Я именно так делал, когда боялся качать автокликер. Так, ну а что насчёт автокликера? Теперь нажимаем на кнопку одиночной цели. И тут в настройках можно поставить, чтобы он нажимал каждые 10 секунд. Так будет даже лучше. Теперь снова заходим в Roblox. И, кажется, придётся заново поставить FK фарм. Но это не так долго. Вот я его остановил FK фарм за одну минуту. И теперь вот нужно просто нажать на кнопочку play. И теперь каждые 10 секунд он будет нажимать на экран, тем самым у меня не будет вылетать. Давайте пройдём эксперимент. Я оставлю своё устройство на 20 минут и посмотрим, вылетит у меня или нет. Я решил не показывать весь этот процесс, потому что видео было бы ну прям очень длинным. Ну и как вы видите, уже прошло 20 минут и у меня не вылетело. Ну и думаю, что последнее, что нужно показать, это как отключить автокликер. Нужно нажать на значок перемещения и потом на крестик. И он автоматически выключается. Ну как автоматически, мы же на крестик нажали. На этом я буду заканчивать. А сейчас вы можете посмотреть видео, как построить терминатор без тортика и инструментов. Ну а с вами был Геймс, всем пока.